Всем привет! В эфире Simple History. Заметки Черкесии. И сегодня мы поговорим, сегодня у нас очередной обзор и тема его будет более конкретной, чем в прошлый раз. Это не вообще какая-то книга. Это диссертации, свежие относительно диссертации, посвященные убыхам и изучению убыхского вопроса. Я бы хотел сегодня поговорить о двух таких. Скажем так, одна диссертация, а вторая сборная диссертаций. Начнем с Малого. Это диссертация Магомета Кишмахова. Он ее защитил не так уж, чтобы недавно, относительно давно, несколько лет назад. Но чем она хороша? Она по сей день единственная работа, которая посвящена одной единственной, но очень четкой теме. Это убыхский род Берзеков и все его родовые ветви и линии, которые Кишмахов он разыскал, скажем так, и провел полностью по ним анализ. Для того, чтобы понять, почему Кишмахов этой работой заинтересовался, как оказалось, исходя из этой работы, это можно понять. Род Кишмаховых, в принципе, относится к Берзековым. Это, скажем так, это очень близкородственная родовая ветвь к ним. И поэтому, по сути дела, изучая эту работу, он изучал собственный род, проводил такое исследование семейное родовое. Он четко установил все вариации, в которые видоизменились родовые ветви Берзековых, Берзегов, в принципе. Он установил эти ответвления от княжеского рода, которые происходили не только после войны или во время войны, но и до войны. То есть в достаточно длительный период Берзековы смешивались с разными другими ветвями и даже субэтносами адыгов, и образовывались свои ветки, в которых имя рода видоизменялось, скажем, под требованием того или иного диалекта. Так это, допустим, есть Берзеги, есть Берзеки, есть Берзековы, есть род Кишмаховых, но там более сложная история у них. Берзейджи, это свойственно больше тем, кто выстисла в Турцию турецкой ветви. И, собственно, Берзания. Берзания, это та ветвь, которая распространилась в Абхазии. Начинает, понятно, свою работу, как это свойственно многим нынче научным работам национальным, то есть с такого видения о длинной предыстории всего адыгского мира, исходящего из рода хатов. Ну, такая общая информация дана вообще об убыхах, то есть начиная с этих самых условных хатов и заканчивая, в общем-то, Кавказской войной и далее. То есть есть, ну скажем так, ознакомительная часть. И дальше идет уже у него интерпретация разных имен, фамилий, как они видоизменялись. Там он приводит различные легенды, услышанные от различных информаторов по каждой ветви рода. И кабардинские Берзековы, от спасенного после войны мальчика, которого приютили там в Кабарде, но сохранили ему фамилию. А, есть легенды, связанные, в общем-то, с самим происхождением имени Берзек. То есть, он пытается как-то дать расшифровку, уходя в глубину веков, анализируя различные легенды. Ну, как бы, основная легенда и версия, которая, ну, скажем так, сгрепилась в определенном кругу потомков Берзековых, о том, что был, ну, как бы, это слово происходит как-то очень условно от, как бы, спрятавшегося в навозе или что-то такое. То есть, там была речь о том, что какие-то там совсем уж древние времена, там, условно, какой-то 5-6 век был большой род этих вот каких-то князей, которых другие князья истребили, пришли пришельцы, некие истребили их. И вот оставалась одна беременная женщина и решили, что вот ее мальчик, если мальчик родится, то его убьют. И родился мальчик, но они его спрятали, ну, вот как в библейской прям легенде еврейской, мальчика спрятали и где-то тайно, в навозе его спрятали. И там его долго прятали, он рос, в этом навозе был спасен, потом вырос и имя дали ему Берзек, Берзеч. От него и пошли. Вот пошел этот род и его родовые ветви, там Дегу, по-моему, еще Эмич, по-моему, называется. Ну, тут могло ошибаться. Ну, в общем, он как бы приводит все версии происхождения самого слова, потом именно приводят различные легенды, которые породили различные другие родовые ветви. Там он описывает полностью то, что ему рассказали информаторы в разных частях света, что называется и в Турции, и в разных республиках. И дальше делает такую как бы раскладку по каждому семейству конкретных людей, то есть он описывает по именам, по фамилиям их, все родовые ветви, всех вот этих бесчисленных огромных родов и описывает, чем эти люди занимались, как жили, в какие годы, вплоть до современности. Ну, я думаю, это более интересно будет, вот эта последняя часть, более интересно будет людям, которые непосредственно связаны с этим родом, а вот именно вот эта центральная часть о происхождении рода и его разветвлении крайне интересна. Тем более, что он участвовал в той самой экспедиции из Кубгу, группа ученых, которая проводила в Турции в убырских поселках, как раз-таки общалась, там с информаторами, ходили на кладбище они, где знаменитые берзековые князья лежат, ну, точнее, один там, у второго просто могильный памятник. Крайне рекомендую ознакомиться, называется она убырский род берзек и его абхазо-адыгские родословные ветви. Что касается второй работы, это сборник работ, называется он археология и этнография понтийско-кавказского региона, выпуск пятый, значит, спускается это Кубанское государственное университетом, в котором печатаются различные ученые, историки, которые, ну, в общем, монографии и диссертации защищают по различным вопросам. В частности, вот этот сборник был конкретно посвящен убыхам и вопросам их ревитализации, то есть восстановления их языка и вообще возможности какой-то закрепления вот и какой-то группы убыхов, которая бы стала началом к развитию, к восстановлению этноса. Ну, я думаю, здесь проще будет пройтись конкретно по монографиям и что они описывают. Значит, ученые Кузнецов и Сысоева, это первая идет статья о монографии, в которой, ну, там, в общем, идет такое общее описание о том, как, в каком состоянии находится современная наука об убыхах, как она развивалась, история вообще вопроса изучения убыхов. Это так вот для общего развития очень полезно будет тем, кто пытается для себя понять, что же происходит с убыхами на сегодняшний день. Следующая монография это Колесов написал наш краснодарский историк. Он описывает очень интересный, подробный интерес именно экономики и устройства общества убыхов до конца Кавказской войны. Скажем так, это, ну, не совсем уж прям новые какие-то сведения, но здесь очень хорошо собраны они. Именно вот эти отличающие признаки убыхов связаны с их таким особенным немножко общественным устройством и то, как они землю вообще свою использовали, то, на чем строилось, в общем-то, их благополучие, их общество. Дальше очень интересная статья. Это историк армянского происхождения Ага Бабян пишет, называется она культ Ахына. И я вам скажу, это редкая статья и очень интересная, потому что сама по себе работа произведена такая уникальная на сегодняшний день. Дело в том, что здесь собраны все возможные легенды, упоминания, истории, связанные с культом Ахына, проводившимся в долине реки Шахе. Именно, причем, проводившиеся совместно с убыхами и шапсугами. И здесь он очень подробно расписывается с приведением разных источников, с сравнением, пытаясь понять какие-то детали отдельные. Что это вообще за культ, что он означал и как он объединял вообще и убыхов, и шапсугов и, в принципе, не только их, и приходивших к ним в гости соседей на основе вот этого культа земледелия, культа сельскохозяйственного. И он даже выделил там какие-то определенные шапсугские или убыхские фамилии, которые, скажем так, вступали как жрецы из их рода, которые проводили вот этот культ этой коровы, проходящей по этим местам, и как этот культ трансформировался во время войны. Следующая работа Андрея Газилова посвящена образу бытхи в убыхском вопросе. То есть, что из себя представляет образ этот бытхи на самом деле, что известно по нему, какие данные. Ну, в общем, все, что касается этого вопроса. Дальше там идут статьи еще ученого Каларуса канадца. Ну, он еще известный человек в изучении убыхов, очень давно их изучает, узнает убыхский язык. Он, что-то непосредственно с Essentia работал. Статья эта на английском языке. Ну, в принципе, если владеете языком, будет очень интересно. Там он очень подробно, как лингвист, разбирает убыхский язык. Прям подробности именно лингвистические, как вот звучат отдельные звуки, как строятся фразы, грамматика, орфография. Приводят, причем он там различные формы, ну, скажем так, он прям, как фразы некоторые переводит из убыхских песен и их прям разбирает вот по словам. Как звучит, почему звучит и как переводится. Следующий это Чириба. Это абхазский ученый-историк. Он, чем интересен, он здесь представил большой словарь личных имен убыхских. То есть это и, ну, просто для людей имена женские и мужские. Это имена, как бы, наименования, имена вымышленных героев, там, каких-то легенд, историй, сказок. Очень подробный список, с ним можно ознакомиться, сравнить, в общем, в принципе, общее и разное в наследии убыхов и адыгов в целом с точки зрения имен. Дальше Сосоева пишет, в общем, там идет общее тоже такое описание о том, как велась работа, история работ Дюмизиля и Сенча, то есть как их сотрудничество проводилось. Весь этот процесс описан, запротоколируемо что-нибудь подробно. Следующая статья тоже на английском языке, это Джордж Хьюитт. Она, в общем, такая больше философская о том, как Джордж Хьюитт, в общем-то, пришел к изучению убыхского языка. Вот его долгая такая длинная история, такая полухудожественная, я бы сказал даже, мемуары такие. Но, чем интересно, в конце он, в общем-то, подробно описывает еще и то, что он записал с Тефиком и Сенчем, и дает ссылки на собственный сайт, у него сайт, есть у него все записи убыхского языка, Тефика и Сенча есть на этом сайте, выложенные, оцифрованные на сегодняшний день, можно посмотреть. Следующая статья у Кузнецовой, она посвящена Баграту Шинкубе, его деятельности, его работам, книгам, судьбе, в общем-то, такая общая статья. Дальше вот интересная монография идет, она сборная, там несколько ученых сразу представлены, и тут как раз та самая экспедиция, которая проводилась из Краснодара в Турцию, в убыхские поселки, где в Турции, где была в 2015 году зафиксирована вот эта вся информация об убыхах, которые там проживают, о том, как они проживают, общаются ли они на своем языке, записывали от информаторов их истории личные, то, что у них было в Турции, то, что они знают о своих предках, то есть целая такая выездная экспедиция была, которая очень много просветила нас с той стороны, с диаспорой. Следующая монография опять же Андрея Кизилова, на нее особое внимание стоит обратить, она посвящена русским убыхам, то есть тем людям, которых нашел Андрей Кизилов в Сочинском районе и в Лазаревском вот конкретно, в руле Хаджико, это семьи Ушхой-Черен, которые, ну скажем так, кто-то знал, кто-то узнался, только в 90-х годах, о том, что они имеют убыхское происхождение, то есть эти люди не просто узнали из источников о своем убыхском происхождении, но и как бы у кого-то оставались эти данные, у кого-то были позабыты, кто-то восстановил таким образом родственные связи, в том числе с Турцией, нашли свои они родственников и они теперь уже знают, что они действительно убыхи, они для себя это сейчас открывают, познают, про, собственно, Ушхо могу сказать, что у меня есть запись, я брал интервью и эта запись, я думаю, выйдет в ближайшие дни уже, о том, как вот человек пришел к этому, к тому, что он узнал, что он убых и что он вообще, как он это осмысливает для себя. Следующая монография, это тоже известная история, о котором я говорил до того, Кишмах, о котором я говорил в первой части, здесь он также приводит свою часть про убыхов в настоящее время, о том, в какой они ситуации сейчас, какие меры необходимо предпринимать для того, чтобы помочь им восстановить язык и культуру, вообще в целом отношение государства и людей к этому вопросу. И заключительная монография этого сборника, это монография Кузнецова, в котором приводит анализ возможностей восстановления языка, то есть что можно в перспективе предпринять и насколько это реалистично вообще на сегодняшний день предпринимать меры по восстановлению убыхского языка, убыхской культуры и как бы таких очагов культуры отдельных, посвященных конкретно убыхам. В общем, такой вот получился сборник, очень от и до на сегодняшний день отражающий ситуацию в настоящее время с убыхами в регионе. Так что с ним вы можете ознакомиться, я думаю, что ссылку оставлю в комментариях, где можно будет найти все эти материалы, даже если не будет, сам ее сделаю. Предоставлю это в общем-то сборнике, находящейся в свободном распространении. Так что знакомьтесь, читайте, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Всем пока!